Ну, сусечки мои поживают! Замечтательно! Вот она еще немножко злая на меня. Она еще вот такая вот. А вчера дала себя почесать. А что дюзу не дает? Поэтому решила в этом году ничего не показывать. Показываю уже на месте. И что за дела? Папиной машины нету. На его месте стоит какой-то Субару. Вылезет, ноги растягивают, как на пляже. Так, вот эти часики классные мне нравятся. Так, ладно, сейчас я это уберу и дораспаковываю вот эту еще мелочевку. Смотрим, что остатки. Здесь это посеребренные сережечки. Разные. Это посеребренные, настоящие. На феднополении серебряные, да. Это брошечка, это бухгалтер у нашего. Вот такие вот у меня забрали, наверное, на штуке три. Такие были. Это в клей, пистолет, клеевые стежни. Можно разноцветное клеить. Вот такого цвета. А вот это вот можно взять какую-нибудь брошечку с собой. Сейчас тебе больницу будут ложить. Это для врача. Видишь, это врачебная вот эта штучка и подаришь доктору. Пан, календарей не было в этом году, потому что... Я в курсе. Ты в курсе, да, потому что конец сезона, видать, разобрали все. И мне посоветовали только единственное, что у них было касается судака. Ну, почитайте, судакский храм, покрова Божьей Матери. Вот такие я тебе в курсе привозила. Ты их пользуешься? Да, да, да. Тут я не видела в Мамаске такие. Макодильные свечи. А, черные, да? Черные. Старинный рецепт написано. Ладно. Календарь православной хозяйки на 2020 год. Это мне. Ну, я не знаю, кто. Кто из вас хозяйка хозяйки? Ну, тоже мало ли там какой рецепт в глаз бросится. Или почитай там. Нет. Это вам куплено, дадено. Это тебе. Можно под... Что хочешь. Ну, глянь, какая красивая. У тебя что-то наподобие было когда-то, давно-давно. С бисеринками. С бисеринками, да. Так, Ма, это ложечка написано маме. Видишь там написано? Ложечки папе не было. Папе, любимому папе вот такой вот берлочек с натурального этого. Ничего папе нет. Верный палка. Так, это вам вместе. Это, глянь, такая штучка. Ручная работа. Это вот с натурального крымского дерева. Не знаю, какого. Может быть, это... Это дуб. Может, дуб. Может быть, это... Можжевельник. 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 Я вспомнила. Это лопаточки. Это мыло абрикосовое. Натуральное. И в лицо можно мыть все. Можжевельник. Да, это не то, что там... Можжевельник. 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 Как у меня воль появляется. Можжевельник. Ты завозишь, а потом выгоняешь. Заложу воль, потом завожу средства, чтобы вывести воль. Это крымские укропья сушеные. Это крымские вкусняшки. Хотелось бы больше всего привезти. Но все ж тяжелое. Это лаврушка тоже ароматная, всего по чуть-чуть, а это пакет, курага и инжир сушеный. Мы главное что, получили вещи, Коля вы пользуетесь двумя чемоданами, наши вещи, наши, едем, уже на километров 7-8 проехали, мне звонок, вам звонят с аэропорта, вы забрали мне свой чемодан. Два близнеца, просто два близнеца, номера другие фамилии, так же я замотала пленкой пищевой, так же замотанной этой пленкой, как я мотала, вот прям чемоданы один к одному, ну не отличить, представляете, они не проверяют, вообще сейчас в том году не проверяли, да, и мы взяли и уехали, что хорошо, а женщина стоит, переживает уже вся, ну я привезла, Коля стоит на улице, она говорит, девушка, надо же было повнимательнее, это Буз, Бузу привет, тебе хорошо, вот, а эта, которая там работника, вы хотя бы какие-нибудь бантики привязывайте, ну чтобы издалека было свой чемодан узнать, но в следующий раз я с этим привяжу. Слушай, Бай, я сейчас тебе на почту отправлю документ, сможем распечатать? На почту, да. На почту, ну скачайте Колин билетов, потому что ему надо, это, на оплату. Копать, мам, никогда так не ловилась. Всё, она чувствует, что её сейчас заберут, она обиделась. Что черепаха. Никогда не думала, что так интересно, может быть обычную черепаху наблюдать, да? А мне что, я тоже думала, она когда бестолково спит, не, не, ничего подобного, она живет в кучу. А куда я когда наработала? 23-го, а сегодня 18-го. Ты кушаешь? Прячется от тебя. Ты от меня прячешься, ты не хочешь домой? Вафелька, я всё равно заберу. Пусть ей скажи, не мешай ей. Ой, балуют тебя тут, как вот, где дедушка такие эти, прям, шикарные, находит. Там трава, по-моему, ещё в холодильнике. Да, папа дал мне клевер и травки немножко, дывансика. Но... Смотри, как вообще плевет. Ага. Ну, слава Богу. Пока водители у меня. Всё нормально. Да есть самолёт. Ольга во сне тоже, говорит. Ой, ой, ой. Говорит, я на самолётах никогда, уже в день отъезда, у меня на видео-то есть, не летала. Анатолий Сеевич, как не летала? Говорит, летала. Помнишь, мы там с тобой туда? Она такая, да кукуруздики. Говорит, разве самолёт? Видимо, вот так вот всё колотила. Я так смешно была. Она такая, да кукуруздики на тихону. Это вот разве самолёт. Я кукуруздики тоже летала. Слушай, а я тоже летала ведь с тобой, может быть. Или где? Я помню этот кукуруздик, что там колбасит просто. Я не могла без тебя летать. Там шесть, двенадцать кресел, и двух напротив друга сидят. А, я просто помню, что этот какой-то маленький самолётик давно-давно... У меня одну везли. Может, и с тобой. Может, с тобой, потому что вешеный. Да, из Луганска, в Луганске. На кукуруздике? Один билет был. Кстати, отдыхали там дончане, харьковчане. С Украины едут отдыхать в страну Хрым. Спокойно отдыхают? Спокойно отдыхают. Ну что такое? А куда она отдыхает? Внуча. Внуча, ты раскабанила тут у дедушки, а? Кабан, а не черепаха. Я уже, наверное, скоро её буду увеличивать. Жилплощадь для неё уже маленькая. Я здесь к нам кушать. Кушать. К вам буду в этом аквариуме привозить, а Бома пусть в этом. А Палтус тоже воспитан. А Палтус тоже не воспитан. А Палтус тоже не воспитан. Он тоже лезет на стол, применяет. Он стола нельзя. Я его... Это раз, он всё равно. Он сюда запривнет. И сидит. А для него стол это не стол, а просто как посидели где, да? Да, да, да. Он тоже такой ужас. Ой, ужасно, ещё кусались. Ещё кусаются. Ну, невоспитанного кота подогнали. Да. Слегки уже сюда. Так ты всё время и думаешь, что нужно положить, чтобы кот не сварил. Да. Что надо закрыть, чтобы кот не пришёл. Это как с моря придёшь, вот ставишь кружку и думаешь, не упадёшь? А сразу же качки. Не упадёшь? Да. Так и с котом. Так и с палтусом. Иконы летали только так. Слушай, ну Тишка между иконами ходил как на цыпочках. Вот он ни разу не повалял иконы. Да, да. А этот как слон. А этот как разгонится прямо на мой стол. Косвар. Да. Я представляю, какой тут стык. Это чё у нас? Это мама своё. Это она. Куда она её? Да посмотрю. Смотри, смотри, какой взгляд у неё. Какой взгляд какой? Я на всё до сэба. Всё до сэба, говорит Сибирячка. Ты ху-ху. До сэба всё. Ничего мне не надо. Ничего не надо. До сэба. Отворачивается, сама косится. Шутю. Шутю. Шутю на воркутю. Кстати, сентябрь в Крыму вот этот. Такой ветреный. Вот конец августа ветра начинается. Прям вот весь сентябрь. Солнышко, всё хорошо. Но ветра прям вот. Ветра, ветра. Это болезнь Крыма. Это болезнь Крыма. Особенно в Керчи в этом дереве. Такие ветра. Как труба такая. Ой, дует. Ты от меня прячешься. Дома-то нету. Всё. Деда забрал дом. Да. Эти камень привезла с Крыма. Плоский. И шушки тоже привезла. По камню каждому. Ха-ха. Ти. Ти моя. Ти моя. Ти моя. Такая. 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 Ну. Вылезла. Вылезла. Мочу свою высунула. Вафелька выскочила. Глаза выпучила. Ха-ха-ха. Вафелька, не верь ей. Не верь, заберет сейчас. Заберет и принесет. Вафелька. Скажи, мы в гости можем приезжать к вам, да? Да. Лупатик. Глазатик. Ну, там два билета должно быть. Один Колин, один мой. Или, ну как, умеешь это, да? Печатать. Ни фига не умеешь. Ни фига не умеешь. Я все, как получится. Методом научного тыка. Как получится. Молодец. Главное не бояться тыкаться. Туда ткнул, туда что-то да и получилось. Вчера просто звоню Андрею. Не берет трубку. Лежит телефон. Потом слышу мне в телефоне, в лежачем. Алло, алло. Я не могу понять, что такое. Беру трубку, Миша. Говорю, Миша, я тебе не звонила. Короче, сам телефон. У меня позвонил Миша. И Миша, алло, алло. Хорошо я услышала. Поговорила с Мишей. У меня сейчас на больничном пошли. Я говорю, сейчас несколько дней разгрегусь с делами. Пока она на больничном. Я ее возьму к себе с ночевкой. И тут же через час перезванивает Дуняха. Видно Миша ей сказал, что Лена тебя возьмет. Привет. Я же все-таки тебе камушки привезла. Она мне обещала камушки. Я говорю, у тебя родители их выкидут. Тебе в самолет они не разрешат. Ну разрешили. Ну и дай там чуть-чуть. Я же тебе все-таки камушки привезла. Я говорю, ну хорошо. Я ракушки привезла. А вот приедешь со своими, я тебе свои буду показывать. Алло. Ты угадал привет родителям. Я тоже. Но. А ты не чувствуешь там дискомфорт какой-нибудь? Ну все равно надо, иначе там начнет какой-то процесс. Это чудо в перьях Коля. Любит ковырять уши. Я ему говорю, Коля не ковыряй, не ковыряй. Он прям туда вот этими ватными. И сегодня с тампона слетела вата. Я как только не лезла туда, и щипчиками, и крючочком началось повредить. Все. Это съездил, запизался на завтрак лору. Ему надо вытаскивать, потому что... У нас вишенку затакала косточку. Вся река. Я себе или Миша? Или ты? Я по-моему. Ну спасибо. А то Коля все переживает, что там билеты есть. Все. Зверь упакован. Вафельку забираем. Ты на почту, да, Таня? Да. Ты на почту. Ну спасибо, доченька. Спасибо вам за вафельку. Вернее, папе, наверное, я так думаю. Папе, папе. Папа ухаживал. Спасибо за внучку. Все. Папе, папе. Ну а кто? Мама столь. Вам она, наверное, только сетюкала в конце. Все, мама. Всем, всем, всем. Ну, я еще приеду, пока в отпуске это позвонякаемся. Мы с вафелькой дома. Хорошо, Коля был тоже дома. Помог нам занестись. У меня с ленты два пакета. Вафелькиных причиндалов. Папин гостинчик с мамой. Короче, четыре... Не, пять пакетов у меня собиралось. Ужас. Во, кстати, сколько. Сейчас буду переселять Черепошундрию. Это Коля тут что-то вытворяет. Музыка. 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 Музыка.